Друзья, всем привет! Сегодня пятница, 25 января, и мы приехали на набережную Тараса Шевченко в районе Москва-Сити, чтобы заснять сегодня интересный сюжетик. Ребята, Mercedes S-класса! Покупать мы его, конечно же, не будем, а все почему. Новый, вот такой Mercedes, как в нашем случае, в нашей же комплектации, сегодня стоит примерно 8,5 миллионов рублей. Этот автомобиль 2015 года выпуска. Первый владелец его купил в начале 2016 года. Наш же владелец купил его спустя 2 года свеженьким. Пробег здесь был в районе 30 тысяч километров. И купил он его за 5 миллионов рублей. Ну вы все сами понимаете. Давайте я вам сделаю кратенький обзорчик на автомобиль, а после этого мы пообщаемся с владельцем автомобиля, зададим ему интересные вопросы. Как это так? Он докатился до Mercedes S-класса, чем он занимается, сколько обходится в содержании такой автомобиль, почему он не купил что-то новое? Ведь 5 миллионов, выбор-то огромный. В общем, обо всем по порядку прямо сейчас. Погнали! Друзья, мы с вами частенько спорим о том, что вот двухлитровая Mazda едет лучше, чем двухлитровая Camry. Что под капотом, спросите вы? А я вам отвечу. V-образная восьмерка, 455 лошадиных сил, 700 крутящего момента, полный привод, работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. И эта тачка по налогу обходится в 70 тысяч рублей. ОСАГО человеку обошлось в 12 тысяч рублей. И сделать полная каска на, получается, уже четвертый год владения, 225 тысяч рублей. За счет того, что он покупал автомобиль с рук, скажем так, резина зимняя была, резина летняя, само собой, была. Сами прекрасно видите, машина дорогая, премиальная, все закрыто пластиком, все сделано аккуратно. То есть, вспомните даже последний обзор на Mazda 6 турбовую. Когда открываешь капот, а там все прямо в открытую. Такое ощущение, как бы забыли пластиком закрыть. Здесь же тебе дают понять, что вот, ради чего ты сюда можешь приходить, доливать омывающую жидкость. Расход у этого автомобиля. Человек очень много ездит по трассе. Реальный расход 12 литров. В городе, вот, да, по Москве, 18-20 будет расход идти. Заливать нужно 95-й бензин и выше. Соответственно, 95-й, даже самый простой сегодня, стоит порядка 46-47 рублей. То есть, сами можете посчитать, что такой автомобильчик, жрать бензин и будет ого-го. Обо всех минусах, подводных камнях, с чем здесь можно столкнуться, мы пообщаемся с владельцем. Естественно, машина умная. Все здесь автоматизировано, оптика здесь на самом деле крутая стоит. То есть, все, кто пользовался вот этим LED Intellection Light System, ну, хвалят. Влево, вправо знаки подсвечивают. В общем, друзья, надо самому посмотреть, покататься. Все различные камеры, радары. То есть, едешь по трассе, да, ну, рассказывается о том, что знак она там увидится, контроль занимаемой полосы. Об этом нет никакого смысла. Здесь есть все то, что нужно. Опять-таки, обратите внимание, а, номерок болотной 001. Вот такой номер по Москве, да, казалось бы, просто цифры стоят порядка 300 тысяч рублей. Если бы региончик был там, допустим, 750, то Московская область уже соточка. Покупая автомобиль, номер, скажем так, был уже на нем. Но при этом, как мы любим, а, покажи, покажи, пусть парни кайфанут. Пацаны, вот просто из-за этого брать не буду. Вот просто из-за этого не буду брать. Как бы сами, да, понимаете, серьезная тачка, а фара запотела. Значит, машина у нас затянута вся в пленке. То есть, по состоянию, да, если походить, посмотреть, в силу того, что по трассе катается, да, можно найти сколы. Это нормальное явление того, что это S-класс, цена которому 8 миллионов. Это не означает о том, что в него камни отлетают, сколов не остается. Он все время как новенький. Подвеска на нашем автомобиле пневматическая. То есть, может подняться автомобиль, насколько точно сейчас прям в миллиметрах не скажу. Но владелец отмечает то, что дискомфорта, управляя автомобилем, не было еще ни разу. Колеса в нашей комплектации стоят 20-е. То есть, поймите правильно, у нас, по сути, комплектация для этого автомобиля S500, это не Maybach, да, подчеркиваю. Можно сказать, самое жирное. Возможно, там еще что-то можно добить, но круговой обзорчик есть. Доводчики дверей, пожалуйста. То есть, выглядит тачка реально симпатично. То есть, вот простыми словами, да, там, не нахваливаю, а Mercedes, вот пойми правильно. Вот я думаю, ты согласишься. Посмотреть на нее, вот подъехала тачка, ожидая, что из нее выйдет человек в костюмчике, правильно? То есть, какая-то, возможно, женщина или мужчина, или дедушка сзади катается, передвигается. И более того, вот по своим личным наблюдениям, передвигаясь по городу Москва, я обращаю внимание, что все, у кого есть бабки, все-таки выбирают S-класс. То есть, не семерки. Семерок BMW очень мало. Audi A8, так и вовсе, как-то вообще их редко встретишь. Вот как представительский класс S-ки, это прямо самое популярное. Я даже бывало в таких ситуациях стоял, что стоишь в пробке, впереди S-класс. Слева, справа, сзади, еще вдоль дороги припаркованный S-ки. Ты думаешь, блин, что за фигня? А фигни никакой нету. Как говорится, везде кризис, а в Москве пятница. Переходя к задней части автомобиля, да, вот я считаю, что жопа все-таки симпатичная. Ешка, мини-эска, весь модельный ряд Mercedes похож, но это нормальное явление, так сделано везде. Обращаю ваше внимание, багажничек. То есть, у нас, получается, стоит холодильник. Багажник, вообще, если без него, там заявлено, 530 литров. Ну, здесь вряд ли ты будешь какую-то рассаду возить, какую-то морковку, картошку. То есть, в лучшем случае, продукты, какие-то вещи свои, сумочки там и так далее. Ну, сами понимаете, S-класс совсем другая жизнь. Парни, рассказывай, что там есть запаска, да похрену. Я ему говорю одно тоже, давай вместо запасочки тебе положим баллон, сделаем газик. Будешь передвигаться, кайфовать, смеется. Смеется, говорит, какой нахуй газ, блин, ты что, это же S-класс. Я говорю, согласен, но газ, газ это выгодно. Если обычно мы снимаем автомобиль, и мы говорим, вот сзади можно сесть, места вроде бы достаточно, есть стеклоподъемник, есть подогрев, и уже классно. То есть, здесь, друзья, это отдельная история. Вот покажи, пожалуйста. Вы посмотрите сами. То есть, как правило, переднее пассажирское сидение откатывают вперед, для того, чтобы сзади шефу, боссу, папочке, мамочке или чьей-то там дочке, сыночку, было комфортнее сидеть. Вот давайте-ка я присяду сюда. То есть, как даже, не знаю, как бы залезть с него, а? Опа! Опа! Друзья, ну это, понимаешь, вот так вот живут люди, кто, не знаю, там, работает, зарабатывает, ворует, кто откуда денег взял. Ну смотри, мониторчик, можно там, я так понимаю, фильмешничек себе подрубить, подогревы, массаж здесь есть, здесь у нас есть холодильник, то есть, можно там шампанского, как бы, знаешь, такая роскошная жизнь подразумевает то, что ты бухаешь прямо в тачке, среди белого дня рабочего. Достал, открыл, поехал. Места над головой более чем достаточно, спинка, это откидывается под большим, на самом деле, градусом, и сделано все так, что с точки зрения безопасности, если вдруг, не дай бог, вот вы ехали пристегнуты, попадаете в ДТП, то здесь подушки тоже все умные, то есть, вы не сможете на этом ремне повеситься, задохнуться. То есть, машина, на самом деле, продумана. Сидеть здесь комфортно, ну реально, парни, здесь вот съел, знаешь, приятно, так, атмосфера, вечернее время, все подсвечивается, будешь вообще, как бы, ехать, как в ночном клубе, не знаю. Поэтому, сесть с кем-то, представь, там, в костюмчиках, едем с тобой куда-нибудь, там, шампанское попиваем на какое-нибудь мероприятие, бабки у нас есть, кризис, какой нахер кризис, у нас бабок только больше становится, как говорится, для кого-то война, для кого-то мать родная. Можно только порадоваться, на самом деле, кто вот независливый, кто не негативный, думаешь, блин, ну кайф, кайф, хоть кто-то из нас кайфует. Машина технологичная, есть все, что нужно. Конечно, гарантия, производитель, на нее два года без ограничения пробега. Вот меня это всегда убивало. Думаешь, купить такую новую тачку за 8, за 10 миллионов рублей и получить два года гарантии? Ну, что за бред? Если вы крутая компания, если вы говорите, что наша тачка самая крутая, ее позиционируют, как самая лучшая машина с точки зрения комфорта, шумоизоляция здесь одна из самых лучших, в общем, машину нахваливают всеми возможными способами. За один только шильдик Mercedes вы здесь, как минимум, заплатите, там, полтора-два миллиона в стоимость. Ну, бренд, премиальность, Mercedes S-класса, как круто. Но при этом два года гарантии. А все почему? Потому что, как правило, все проблемы с этими автомобилями начинаются как раз-таки после 100 тысяч. И даже вдумайтесь, в нашей ситуации первый владелец покатался на нем два года, накатал небольшой пробег, но продал его. Смею только предположить, что продал на него только потому, что вышла обновленная версия, и он пересел на нее. Отзывов за этот автомобиль в интернете, ну, конечно же, не найти. То есть, если есть, это какие-то там 5-10 летней давности. А так вот, чтобы свеженькая тачка, владелец, который за рулем на ней ездит, вел бы какой-то там журнальчик, дневничок. Ну, возможно, есть там единичные случаи. В общем, друзья, зачем я буду разглагольствовать, когда я на этом автомобиле еще ни разу не ездил? Сегодня мне, как сказали, дадут покататься за рулем. То есть, я сегодня на S-ке покатаюсь. Давайте я вас познакомлю с владельцем автомобиля. Вы с ним хотя уже заочно знакомы. И зададим ему ряд интересных вопросов. Друзья, знакомьтесь еще раз. Михаил. Мишаня, привет. Большое тебе спасибо, что согласился предоставить автомобиль и даже ответить на ряд таких интимных, скажем так, вопросов. Друзья, с Михаилом мы знакомы уже больше года. Это тот самый человек, который нам давал на обзор Land Cruiser 200. Но не об этом речь. Миш, столько вопросов есть. Знаешь, вот сейчас жизнь тяжелая. 2019 год. В 2018 году ты покупаешь этот автомобиль. Цена его 5 миллионов рублей. Вот ты ответь мне, пожалуйста. Ты за эти деньги мог себе купить BMW 530-ю с полным приводом в хорошей комплектации? Е-класс себе мог купить новый? То есть, ты много чего мог нового купить. Почему ты выбрал вторичный автомобиль, двухгодовалый, пусть и с небольшим пробегом? Во-первых, потому что он удовлетворяет все мои требования. Относительно ездовых характеристик, комфорта, ну и статусности. Это машина, которую я вот прям действительно... Первая машина, которую я не хочу продать после покупки. Вот это я вот остановился на ней именно из-за этого. Наверное, так. Напомню тогда людям, на чем ты вообще ездил. То есть, удовлетворяет. У тебя был Land Cruiser 200. Что еще у тебя было? Слушай, у меня был Land Cruiser 200. Была Audi A7, была Audi Allroad. Был ML. Но это все не сравнивается с этой машиной. Это прям топ. Вот это вот действительно топ. 5 миллионов рублей. 225 тысяч за страховку. 70 тысяч ты отдашь за транспортный налог. То есть, по содержанию уходят на машину деньги. То есть, никак не напрягает тебя. Слушай, в любом случае, я знал, куда я иду. И купить-то это одна ситуация. Вот еще нужно ее содержать. Ну, в принципе, нет. Не напрягает, потому что я к этому был готов. Я промониторил, что сколько стоит. И уже как бы осознанно на это пошел. То есть, изучал машину. Какие болячки у нее есть? Вообще, в целом, с чем можно столкнуться? На данном моменте, вот с моим пробегом, проблем нет. Но если рассматривать пробег 120 и 150, есть проблемы с газораспределением, есть проблемы с нижними рычагами, но это проблемы больше связаны с обслуживанием. Если херово обслуживали, то и проблемы будут. Есть, опять же, в кавычках проблемы с радиаторами. Если их не мыть, нижние радиаторы, которые охлаждают коробку, можно ушатать коробку. По большому счету, все. По большому счету, все. Но так понимаю, что любой ремонт у официального дилера это от 100 тысяч рублей. Вот расскажи ту ситуацию, ты сегодня нам рассказывал, что ты приехал на ТО, и что там произошло? Дилер пытался меня нагнуть, короче. Фишка в чем? Я приезжаю, у меня забыл подшипник промежуточного вала. Но они мне начали нагружать. Тебе нужно поменять сам поддон, потому что он проходит через поддон. Вал сам нужно поменять. Ну и, соответственно, подшипник. Ну, я как бы уши развесил, думаю, блядь. Ну, действительно, дилер говорит, надо делать. Пошел, купил у себя в магазине поддон, вал, подшипник. Ну, я думаю, блин, поеду, может, все-таки сделать диагностику. Как ты чувствовал? Поеду сделать диагностику в другом дилере. Другой дилер приехал, они мне говорят, мужик, ну, у тебя просто подшипник. Тебе не нужно ничего делать, кроме подшипника. Первые сколько там получилось? Сколько ты потратил денег на материалы? На материалы 150 тысяч. 150. А за ремонт они сколько назвали? Ремонт, они назвали, если бы нужно было менять поддон и менять вал, ремонт бы встал в 70 тысяч. То есть, и того 220 тысяч. Но, так как это, ну, я ограничился только подшипником, который стоит 15, и работа у меня стала именно по подшипнику 5. А сколько ТО обходится на таком автомобиле? ТО у дилера проходит? Да, ТО я прохожу у дилера, она на гарантии. Крайне того, которое я делал, если откинуть диски и колодки, которые я поменял, то оно мне обошлось в 28 тысяч. А с дисками и колодками? Ну, прибавляю 150. Друзья, вот вы просто вдумайтесь, плюс 150 тысяч за диски и колодки. Просто бешеная машина, бешеная. Динамика как у нее? Динамика отличная, честно, хорошая. Паспортные данные не помнишь? Паспортные данные не помню, около 4,8 или 5 секунд. Точно не помню, но для такого корабля, я считаю, это крутые показатели, реально, нормально, абсолютно. Слушай, ну все классно, тачка дорогая по содержанию, естественно, бабки вылетают. А что у тебя с фарой-то? Какая-то она у тебя странненькая. Это не заразно. Вообще фара, короче, фишка в том, что приезжаю к дилеру, говорю, ну, ребят, фара потеет, надо бы что-то с этим сделать. Они стоят там, ну, консилиум, совещание, все, ответ у них приходит такой. Ну, это мороз, на улице Большие морозы, минус 15, это пройдет. Вот, как бы, 5 миллионов я отдал, я обслуживаюсь у них, и, ну, это пройдет. Вот это вот пройдет, вот это мне не нравится, как бы, я собрался писать письмо в представительство, и, как бы, буду качать на них, потому что эти мне отказали, но это дичь. Конечно, дичь, к слову, на простых японцах, там разных, когда фонари задние потеют, там меняют. А это, на самом деле, я не знаю, почему так, смотрите, Mercedes, у Audi такие же проблемы встречаются. То есть, я много где это видел, то есть, знаешь, это не редкость. Странно, думаешь, такие дорогие тачки, и вот какая-то такая ерунда. Пневма стоит на машине, не узнавал? Есть ли она у тебя нагнется со временем? На какую сумму это будет примерно? Нагнется со временем. Короче, одна стойка по закупке, 80 тысяч одна. Одна. И еще замена. Ну, и замена, соответственно. То есть, если в круг поменять, 4, к примеру? Ну, где-то 320 тысяч рублей. Но при этом, кстати говоря, я вот и спрашивал ранее про слабые места, бывает у машин там 13-14 года постукивают стойки. Дилер признает это гарантии, пока они не на гарантии были, да, их меняли. Сейчас, если покупать по Вину те же самые стойки на тот же самый 13-14 год, все равно они постукивают. Они опускаются, поднимаются, но при езде немножко происходит стук какой-то. С 14-го, со второй половины убрали это и, как бы, вроде более-менее стало. Слушай, ты его купил за 5 лямов, получается, в 18-м году. Ну, пусть, условно, ты там 2 года на нем покатаешься. Ну, 3 года ты покатаешься. Как ты думаешь, за какую цену ты его реально сможешь продать? Слушай, ну, с учетом моего педантизма и отношения к машине, я там вылизываю ее постоянно, да? Ну, я думаю, около 3-3,5 миллионов я так думаю, что примерно... То есть, в любом случае, ты автоматом полторашечку потеряешь, как уже второй владелец, и при этом ты еще и вложишь в нее уже, да, я думаю, лям. Ну, лям, может быть, и не вложу, потому что разваливаться она не будет, я так планирую. Ты так надеешься. Ну, да. Вот, а там как пойдет, фиг его знает, фиг его знает. Слушай, ну, тачка классная, ни разу на такой машине не катался. С твоего позволения, давай присядем, прокатимся, я хотя бы почувствую себя человеком сегодня. Друзья, поехали вместе с нами. Ботиночки вчера немножко помыл, то есть, потер. Ребята, ну, смотри, ну, просто видишь, да, реально чистенькая тачка, такая аккуратная, присаживаешься. Я в нее спрашиваю, говорю, может быть, вообще надо для этого разуваться, когда в машину садишься. Опа-на! Друзья, присаживайтесь, я думаю, нам будет интересно. Ну, посмотрите сами, интерьер, да, автомобиль, все отшито кожей, все так сделано, интересно. То есть, это настоящее дерево, не как у меня. У меня, как бы, тоже бизнес-класс. Нет, это представительский. Ну, я смотрю, ты все-таки, да, не первый владелец, да, то есть, нравится тебе вот что-нибудь повесить. Миш, вот расскажи, что в ней есть такого крутого, чего нету, например, в машине, которая у тебя до этого была. Ну, в самом кузаке. Во-первых, эта машина может избежать столкновения сама. Сегодня буквально ехала к тебе, два раза она реально меня упасла от того, чтобы не вхватился в жопу. Сама останавливается. Дальше, она в ночи видит пешеходов. Вот сюда вот выводит она, сейчас тебе покажу, выводит вот эту камеру. Да, прикольно. Ночью, если нет освещения, она обводит в красный кружок с человеком и фарой в него бьет. Удобно, удобно. Может ехать сама автономно, активную кружесконтроль, сама останавливается, сама набирает газ. Сама по полосе, то есть, если есть разметка хорошая, то она по ней едет. То есть, можно так вот, на бане, можно вообще ехать, не обламываться. В принципе, все управление автомобилем вот тут. То есть, этот джойстик дублирует тачпад. Тачпадом мне удобнее все это делать, как бы он там, ну, может себе, ну, как сенсор, просто говоря. Здесь комфортная или спортивная подвеска, соответственно, и рулевое управление. И коробка. Коробка здесь включается отдельно на спорт режим. Это поднять автомобиль вверх. На поднятом он может ехать 80 км в час, дальше опускается. Вот, это система старт-стоп. Вот, сюда мы уходим в меню, там, по автомобилю по настройкам. Ну, и все, по большому счету. Вентиляция есть? Да, вентиляция есть. А массаж? Да. И массаж есть? И вот даже вот это удавайте. Нет, заднего. А, заднего. Да, чисто кто задний ездит с массажем. Едем по набережной. На самом деле, тачка, я бы сказал, она не едет, она плывет. Ну, серьезно. Тут даже нахваливать ничего не нужно. Садишься, вот, очень удобные кресла. Прям нереально удобные. Прям вот под тебя настроены, то есть, сел, все. Комфортная, мягенькая, шумоизоляция. У нас шипованная резина стоит. При том, что у нас стоит шипованная резина. Вот я первый раз сел в автомобиль, и я прям чувствую габариты, но ощущается то, что он здоровый. То есть, капот, я его вижу, да, обычно в седанечках как-то садишься, ни хрена капот не видишь. Здесь же сделано так, что у тебя еще звезда стоит. Некоторые говорят, как прицел на пулемете. Но эффектно. Вот одно могу сказать эффектно, то есть, сидишь, кайфуешь. Обидно одно, что посмотрит кто сейчас со стороны, скажет, ага, фов он там, водитель чей-то или чей-то сынок. Или скажет, вообще, что он делает за рулем этой тачки. Но факт в том, что, если газку дать, ух ты, неплохо она выстреливает. Вот сейчас камерку проедем. С 60. Не, парни, подрывается очень хорошо. Обидно одно, что по Москве повсюду камеры, да и вообще, как вы правильно скажете, нарушать нельзя. Но машинка под жопу дать может. И вот тормоза, обращаю внимание, очень мягкие. То есть, я так притормаживаю, притормаживаю, она, знаешь, плавненько останавливается. В силу того, что пневмо стоит уверен, если выехать куда-то там на дорогу, выставить режимы, можно будет и погоняться. Сколько? 250 заявленный разгон. Сколько ты на нем ездил? 260. 260, да? И не страшно. А если дорога идет с корейностью? Абсолютно нормально, не плывет. Ну, она четко стоит. Ну, вопрос в том, что нужно перевести ее в спорт. Тогда вообще. То есть, будет настроена просто подвеска под спортивный режим. На этой машине наверняка, да, комфортно куда-то между городами ездить, передвигаться. Да и по городу, наверное, не обломанно в пробочках потолкаться на этой тачке. Слушай, я и купил ее, и по большей степени за то, что много езжу, мне в ней комфортно. Дальняк, не дальняк. Выбор был еще гелик купить, но на гелике реально, вот я от Москвы до Питера доезжаю, я кончаюсь. Все. Ну, просто устаю, как будто я на фурицу приезжаю. Про гелик я могу сказать, да, 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 слышал то же самое, говорят, но как там на самом деле, хрен его знают. Говорят, да, табуретка жесткий, некомфортный, нахрен этот гелик. Когда ты сидишь в этой тачке, ты реально кайфуешь. Вот что, что наверняка скажут там, резко, говно, нахрен она не нужна. Ну, когда как бы не хватает денежки, конечно, нахрен она не нужна. Но когда ты в ней едешь, то есть вот так вот присядешь, еще сейчас можно музычку включить, здесь музыка хорошая, но нас могут заблокировать с вами. Ну, прям можно, знаешь, так сказать, ларарии, ларирай. Сколько тогда ты, получается, зарабатываешь, кем ты работаешь, что ты делаешь? Расскажи, пожалуйста, хотя бы как-нибудь, кратенько от дохода. Давай, давай, смотри. Первая основная моя деятельность, которая была мною сделана, лично мною, это продажа медицинской техники. В формате массажеры, тренажеры, ну, то есть это в основном идет по санаториям, по аптекам, не лезу в тендеры, в государственные, потому что там работать честно не получается, человек я честный. Соответственно, следующее, что я сделал, это был автоподбор, да, я начал искать автомобили для людей. Это все выросло очень неплохо. И сейчас мы с моим партнером создали холдинг, у нас детейлинг, автосервис, у нас покрасочная, ну, то есть, в принципе, вот все, что можно сделать с автомобилем, да, комплекс услуг, мы все можем для вас сделать. То есть оттуда я, по большому счету, и кормлюсь, ну, образом. Слушай, ну так вот тоже звучит, там, 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 классно, тебе при этом 29 лет, а стартап, какие-то деньги какие-то начальные, откуда? Все-таки в 5 лямов в тачку вкинул, там, тут, это прям какие-то доходы бешеные. Я понял, начальные деньги были у меня в размере там 120 тысяч рублей, когда я закупил первое оборудование, которое я начал продавать сам, ездил и продавал его. И потом, как бы, ну, за счет маржинальности вот этого товара, скажем так, да, я его покупаю в Китае, я начал немножко умножать, да не немножко, давай честно, начал хорошо умножать. Вот, соответственно, вот это вот мой был первый стартап, скажем так, то есть это день, который я вот, 120 тысяч рублей, который я спросил у человека, которому я их отдал, и до сих пор мы с ним общаемся. Ну, то есть вот так. Слушай, S-класс на самом деле автомобиль, как многие могут сказать, для заднего пассажира. Есть, конечно же, версия Maybach, которая 100% для заднего пассажира, она отличается, друзья, тем, что она больше, ну, в общем, она, скажем так, более комфортная. Почему не хочешь нанять себе, допустим, водителя, или там как-то ездить сзади на машине? Не было никакой мысли? Были мысли, я очень люблю водить. Мне нравится, ездить за рулем, я действительно кайфую. Если какие-то нервы, стрессы, я съел машину, поехал, я прям вот отдыхаю. И, наверное, из-за этого, я просто люблю ездить за рулем, вот, получаю несметное удовольствие. Часто путаю с водителем, реально, на мойку сегодня, перед тем, как мы начали съемки, заехал, у меня сзади, ну, мой портфель лежал, мойщик открывает дверь, говорит, а это шефа? Я говорю, в смысле, ну, говорит, шеф оставил, я говорю, нет. А, ну, ладно, я ему не стал объяснять, что это мое, мне, как бы, зачем? Ну, просто подумал, подумал, ради бога, ладно, я, как бы, ну, ну, вот так бывает. Ну, они наверняка на мойке подумали, еще один, короче, водитель, который, типа, это не шеф, моя тачка, они все, водители, по ощущениям, вот реально неохота гнать, вот, как вот некоторые, знаешь, говорят, вот есть, ну, спортивная, понятное дело, машина, где садишься, где выхлоп, где там машина срывает с места, кайфуешь от этого. Здесь же, вот, все так сделано, удобно, вот, подлокотничек, я сижу здесь, подлокотничек, шумка, ну, блин, вот сейчас скажу, что-что, ну, шумка прям изумительная, обзорность достаточная, все видно, все понятно, тем более, куча вспомогательных систем. То есть, ты сидишь, я бы сейчас с удовольствием бы, знаешь, открыл бы пивка и поехал бы в Питер, бля, шутка, шутка, просто, я бы сейчас с удовольствием бы кофе так выпил бы, поехал буквально в Питер, да куда угодно, просто на машине охота тут реально ехать и пифовать. Переходим с вами в спортивный режим, что у нас сейчас поменялось? Подвеска, рулевая и коробка. Подвеска, рулевая, коробка. Конечно, мы тут сейчас не можем, бля, эту сучку какую, а? Слушай-то, парни, ну, блин, вообще, это космос, нам дороги прямой не хватит, потому что город, тут только газку нажимаешь, мы с 60 срываемся тут же до 80, до 100 запросто можно разогнаться, буквально за секунду-две. 700 крутящего момента. Ну, тут надо что-то говорить кому-то, нет? А еще есть версия, где идет АМГ, соответственно, там вообще бешеные машины, еще выхлоп стоит, орут, пердят, ну, блин, так, наверное, кайфово на них покататься, кто ездит, кайфует. Вот так же, опять же, знаешь, перестроение. Вот, X5 пошел, да? Тоже хорошенький, раз. Машинка хорошо стоит на дороге, а? Оп, тормоза. Ну, тормоза все равно мягкие, то есть, я бы не сказал, что они прям... Ну, это не спортивные, да, тормоза? Обычные же какие-то. АМГ? Ну, что-то как-то странно, блин. Ну, слушай, ну, так ты, во-первых, их хер перегреешь, а во-вторых, они... Сейчас я твою веску делаю, блядь. Тихо, тихо. Короче, штрафы придут, парни, скидываемся все вместе, потому что, блин, можно сказать, мы с вами вместе катаемся сегодня. Комфортная машина, и в тот же самый момент ты вышел, знаешь, у тебя сделка прошла успешно, там, какую-то копеечку хорошую такую, потол, сел музончик, врубил спортивный режим, перешел и... Ту-у-у, попер, блин. Не скрою, что передвигаемся сейчас, естественно, и снимаем, и сосредоточиться надо, и за дорогой сидишь, но все равно есть моменты, знаешь, где я не совсем красиво, может, перестраиваюсь, никто мне не моргает, никто мне не сигналит. Я вам так скажу. Одно время мы как-то спорили, говорили то, что вот Camry, ну, я не знаю, почему я ее упоминаю, потому что на ней езжу, но факт в том, что на Camry меня постоянно все везде чмырят. Нет, никто меня всеми сигналит, мне постоянно пытаются поджать, вечно недовольны, что я еду посередине спокойно, здесь же я еду как хочу, и как-то почему-то не знаю. Нет никакого со стороны водителя негатива. Миш, слушай, мы уже едем обратно, наш диалог и поездка подходят к концу. Вот дай совет какой-нибудь парням, молодым, там, немолодым, неважно, сейчас время такое, на самом деле, тяжеленькое, где можно подзаработать, стоит ли в Москву ехать, или, может быть, ты подскажешь, что и в области, и в регионах можно зарабатывать. Ты же летаешь, куда-то ездишь, вот есть какие-то у тебя мысли по этому поводу? Блин, ребят, я могу сказать только одно, что Москва это не панацея, поверьте. Как бы, Москва это, да, естественно, больше возможностей, но и геморроя тоже хватает. Совет, ну, просто сейчас все ждут всего и сразу, да, они все смотрят, у всех все есть, и я могу сказать, что ничего сразу не бывает, просто наметили цель и идите, как танк. Не получилось с этой, идите дальше, дальше, просто упорство, реально упорство и движение, все, ничего больше, а что посоветуешь? Это сейчас можно тут начать рассусоливать, типа, и вот, там, вот, нет, нет, просто старайтесь, просто старайтесь и делайте, и все. Москва не панацея, запомните. Друзья, в общем, мы приехали туда, откуда мы уехали, на машине покатались, но тачка реально классная. Миш, огромное тебе спасибо, что предоставил автомобиль, пообщался, ответил на интересующие нас вопросы. Всем, кому интересно, кто хочет его попытать-допытать, оставим на него ссылку на его инстаграм, поэтому подписывайтесь, заходите, личко открыто, так сказать, спросите все, что вас интересует. Друзья, вот таким получился этот видеоролик. Как вы понимаете, машина дорогая, в содержании тоже обходится недешево. Соответственно, каска, транспортный налог, ТО, все будет сосать бабок. В любом случае, эти машины покупают. Даже если сейчас вы зайдете, там, на автору, на авито, где вам больше нравится, вы увидите автомобили, которые продаются. Но помните одно, что обман всегда и везде присутствует, поэтому покупая абсолютно любой автомобиль, проверяйте его до покупки. Сделать это можно через сервис Автокод. Все, что вам нужно, госномер автомобиля. Вбиваете, оплачиваете разовую услугу и получаете весь полный отчет. Сейчас на экране вы как раз видите несколько таких отчетов по Мерседесу С-класса. Я их оставлю в описании, чтобы вы понимали, что в объявлениях одно, а на деле совсем другое. Парни, я думаю, вам было интересно, я думаю, вам было интересно послушать владельца автомобиля, посмотреть немножко со стороны. В общем, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь обязательно на инстаграм нашего канала. Дальше будет больше интересных роликов. У меня на этом все. Всех приглашаю в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока. Ох, ребята, чувствую себя депутатом. Знаешь, енот у меня тут на голове. Пятница, сейчас бабам поедем в баню. Да, оператор? Так, Михаил Саныч, давай-ка меня в ресторан. Поехали.